Вот, теперь у нас все готово. Давайте реализуем наш алгоритм. Для этого нам еще понадобится хранить в каждом узле суммарную частоту, встречая уничтожих символов, которые лежат в этом поддереве. Давайте здесь издадим специальное поле, в котором мы будем хранить всю самую частоту. Теперь смотрите, каждый раз что мы делаем? Мы достаем два узла с минимальной суммой и объединяем их в один. Для этого нужна структура данных, которая поддерживает добавление элемента и извлечение минимума. Сейчас я покажу две такие структуры данных. Первая это приоритетная очередь, а вторая это тресет. Давайте начнем с приоритетной очереди. Так, этот вывод я уберу. Это я закрою. Красиво. Итак, приоритетная очередь. И это следующая вещь. В нее можно положить элемент, в этом ADD, достать элемент на вершине очереди, и удалить его операцией пол. Если вы забыли, проритетная очередь минимальный элемент или максимальный, можно пойти в ее описание и здесь почитать. Вот написано headLTQ is the least element respect a specific volume. На вершине очереди хранится минимальный элемент. Это как раз то, что нам нужно. Чтобы понять, что такой минимальный элемент, нужно, как и в прошлый раз мы делали с сортировкой, ввести какое-то отношение на узлах. Это можно делать теми же двумя способами, как и в прошлый раз. Можно либо добавить сюда компаратор, либо, давайте сделаем, как мы делали в прошлый раз, добавить к узлу метод compare. Для этого надо, чтобы он имплементировал интерфейс comparable. И реализуем его метод compare. Как мы сравним два узла? Мы сравним их по сумме. Мы сравним, что? Нашу сумму и его сумму. Прекрасно. Теперь у нас минимальный элемент, тот, который уменьшит сумму. Да, что еще мы забыли сделать? Мы забыли добавить специальные методы, чтобы в internal ноде и в leaf ноде выставлялась правильная сумма. Давайте это сделаем. У листа сумма всегда одинаковая, равна частоте встречаемой этого символа. Давайте добавим просто сюда конструктор, которому будем передавать символ и сколько раз он встречается. Тогда сумма будет просто равна этому аккаунту. Прекрасно. В internal ноде все немножко посложнее. А именно, что нужно сделать? Смотрите. Нужно нашу сумму сделать равной сумме двух сумм левого ребенка и правого ребенка. Можно сделать немножко красивое. Можно сделать здесь конструктор. Сделать эту штуку в final. Так будет немножко аккуратнее. Потому что мы знаем, что сумма не меняется. Если сделать поле final, это на самом деле немножко ускоряет программу, потому что компилятор знает, что это поле никогда не будет меняться и можно его заменить на константу. Давайте здесь немножко тогда подправим. Здесь нужно тогда добавить вызов конструктора нашего предка от нашей суммы. Ой, плюс. Так. И здесь надо добавить откаунт. Ну так, совсем красиво. Смотрите, у нас есть сумма. Она назначается такой, какой нужно. Теперь по ней можно точно сортировать так, как надо, и все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.